Их считали баловнями судьбы. Они были молоды, красивы и словно рождены для большого спорта. Они прославляли Советский Союз на футбольных полях, рингах, ледовых площадках. На них равнялись, им подражали. Миллионы поклонников по всему миру аплодировали им, стоя. Но судьба повернулась к ним своей черной стороной. Олега Каратаева называли русским танком. У него, конечно, он жесткий. И слева, и справа. Правый прямой встречный удар – это его коронный удар. В 70-е годы прошлого века все, кто выходил на ринг против Каратаева, были практически обречены закончить бой лежа. Зрители ходили, потому что знали, что почти каждый его бой закончится таким восклицательным знаком. А что в боксе восклицательный знак? Нокаут. Такими цифрами не может похвастаться даже Майк Тайсон. За свою карьеру Каратаев провел 196 боев. Из них проиграл лишь 9. 160 побед одержал нокаутом. Он на всех международных соревнованиях, там, где он участвовал, он ужасно водил. Но его спортивное достоинство было растоптано. Одной из главных причин того, что карьера его пошла под уклон. Были плохие отношения с тренером. Так вышло, что Олега он не взлюбил. Сама жизнь отправила выдающегося спортсмена в нокаут. Великие панчеры нашей страны. Валерий Попенченко, Вячеслав Лемешев, Олег Каратаев. Эти три имени объединил не только спортивный успех. Все трое ушли из жизни раньше срока. Валерий Попенченко погиб в результате загадочного несчастного случая в возрасте 37 лет. Вячеслав Лемешев, распрощавшись со спортом с тяжелой инвалидностью, умер в 44 года после операции по трепанации черепа. Олегу Каратаеву тоже было 44, когда выстрел в затылок оборвал его жизнь. Почти у всех мировых звезд бокса карьера делится на любительскую и профессиональную. В любительской зарабатываются медали, в профессиональной слава и большие деньги. Карьера Олега Каратаева разделилась на любительскую и сомнительную. Но в его жизни было то, что в России современной можно было бы назвать шансом, а в России советской могло казаться приговором. Были на матчах встречи в Америке. Там он очень понравился американским тренерам. Его даже приглашали остаться для профессионального бокса. Но в то время было практически это невозможно. Это произошло в январе 1971 года. В самый разгар холодной войны, когда Советский Союз и Соединенные Штаты соревновались во всем. В мировом влиянии, в гонке вооружений, в освоении космоса и, конечно, в спорте. Это соревнования систем. И спортивное едва ли, может быть, не более ярко оно проявлялось, чем в политической стороне. Ну, я думаю, в спорткомитете подумали, прикинули и решили проводить регулярные встречи американских и советских боксеров, которые, кстати говоря, в подавляющем своем большинстве проходили с существенным, а иногда и с разгромным преимуществом советских бойцов. К 70-м годам для легкоатлетов встречи двух сильнейших сборных планеты уже вошли в традицию. Эти состязания стали считаться чуть ли не самым значимым событием в мировом спорте после Олимпийских игр. А для боксеров тогда все только начиналось. Первые матчи сборных команд боксеров-любителей СССР и США прошли лишь в 69-м году. И уже через два года на борту самолета, летящего в Лас-Вегас, оказался Олег Каратаев. То, что ждало его впереди. Он, советский спортсмен, живущий на родине в многоместной комнате в общежитии, даже представить себе не мог. В этом он позже признался сам в оставленных им записках воспоминаниях. На трапе от верха и до самого основания стояли девушки с букетами роз. Одеты они были так, что одежда лишь слегка прикрывала их хорошие фигуры. Каждая из девушек знала, кому предназначен ее букет. Она дарила розы, брала под руку и спускалась с трапа со своим кавалером. К трапу подъезжала машина. Форд, Кадиллак или Плимут. А потом советскую делегацию повезли расселять в шикарном отеле Цезарь Палас в номерах по 500 долларов за сутки. У дверей отеля их встречал сам легендарный боксер Джо Луис. Тот самый Джо Луис, которого Олегу Каратаеву ставил в пример его тренер Георгий Джироян. Многие любители, знатоки, специалисты, в том числе я, влюблены в Джо Луиса и считаем, что это был самый великий боксер Олег. Чем-то по манере ведения боя похож был на Джо Луиса. И вот средние дистанции, ближние бои, они похожи были, как два брата. В Лас-Вегасе Олег Каратаев выступил блестяще, нокаутировав Марвина Джонсона. На следующем этапе соревнований в Луис-Вилле Каратаев вышел против спарринг-партнера Мохаммеда Али, чемпиона США Уильяма Ратлифа. Ратлиф к тому моменту уже переходил в профессионалы, и американцы в его победе не сомневались. И вдруг Каратаев отправляет американского чемпиона в один нокдаун. Во второй. И восклицательный знак. Нокаут. В зале гробовая тишина. Рефери поднял руку Каратаева вверх. Тут Ратлиф подошел к Каратаеву и сам вместо рефери поддержал руку победителя. Тогда же Каратаев получил кубок лучшего боксера встречи. Говорят, что да, в 71-м году после вот этих двух брутальных нокаутов в матчевой встрече СССР-США в Лас-Вегасе последовало предложение на миллион долларов Каратаеву перейти в профессионалы. Анжела Данди, менеджер Мохаммеда Али, о своем намерении предложить контракт сроком на два года сообщил не самому Каратаеву, а руководителям делегации. Советская делегация, как вы всегда понимаете, был сопровождающий, значит, из комитета государственной безопасности. Я даже знаю, кто ездил, это бывший тоже боксер Глеб Толстиков был такой полковник ГБ. Ну, конечно, в те времена мечтать нашим боксерам попасть в профессионалы, это только были несбыточные мечты. В категоричной форме Толстиков порекомендовал Олегу сказать на пресс-конференции, что он не собирается оставаться в боксе надолго, а хочет заняться наукой, как и его тренер. Каратаев сделал заявление перед американской прессой. Я не променяю 250 миллионов своих соотечественников на миллион долларов. Этот ответ произвел эффект. Анжела Данди снял с пальца перстень с бриллиантами и сапфиром и вручил его Каратаеву. Чего только не дарили. Я этот перстень видел, и на самом деле необыкновенный перстень. А еще после пресс-конференции местный полицейский подошел к советским спортсменам со словами восхищения их боксом и подарил им на память патроны из своего служебного кольта. Кто же мог знать, что этот искренний дар окажется для Каратаева роковым? Но это гораздо позже. А пока лучший боксер проведенной встречи уезжал из Америки в Москву, оставляя позади соблазнительную возможность круто изменить жизнь. Кто знает, может это и был первый шаг навстречу рукавому выстрелу в затылок. Те наши ребята, боксеры тех времен, разрешили выступать в профессионалах, как многого они бы добились. Скольких трагедий в судьбах не только боксеров, многих спортсменов, будь тогда разрешен профессиональный спорт, можно было бы избежать. Они бы часто зарабатывали своим трудом, своим умением, и не надо им было бы ввязываться ни в какие тяжкие, идти по кривой дорожке. Вот что об утраченной возможности напишет потом в своем дневнике Олег Каратаев. Господь Бог дает каждому человеку шанс на счастье. Нужно только его не упустить и принять из рук судьбы. Я остался честен перед Родиной, перед близкими, перед самим собой. Да, я гордился собой, но время проверяет все. Всех лечит. Много сошлось негативного в его карьере. Прежде всего, это эпизод с миллионом долларов, который у нас же, как вы понимаете, народная забава, не считать деньги в чужом кармане. Поэтому, наверное, партийные функционеры с трудом могли перенести. Это факт, что молодому парню был предложен гонорар в один миллион долларов. Когда Олег Каратаев упустил шанс попасть в профессиональный бокс, ему было всего 22 года. Откуда ему было тогда знать, что ни на какую Олимпиаду он так и не попадет, и что дальше в сборной СССР ему придется постоянно выживать и сопротивляться? Ведь на тот момент его свободу подпитывала уверенность триумфатора. Он в боксе всего 8 лет, и вот сколько его добился. Был простым свердловским мальчишкой, родился через 4 года после войны. Отец был рабочим, мама тоже трудилась на заводе. Жили тяжело, особенно после того, как отец ушел из семьи. Олег спокойно смотреть на то, как мама одна, расти двоих детей не стал. И начал подрабатывать грузчиком. Потом монтажником на заводе. Учился в вечерней школе и одержимо тренировался. В бокс он пришел в 14. Сразу начал вести дневник тренировок. Занимался не только в зале. Дома сажал на спину младшего брата и отжимался от пола. Зимой бегал по снегу, а летом ходил с кувалдой на карьер и крушил там камни. От природы Олег бил. Даже удар не надо было ставить. Вот есть гола природы. Мощь, взрыв, удар. Олег с юношеских лет был несколько раз докаутирован. Причем очень тяжело. И другой бы бросил. И врачи запрещали ему уже боксом заниматься. Но Олег не бросил. Целеустремленность, такая упрямость его, характер жесткий. Он в боксе остался. И на, знаете, в 69-м году первенство Центрального совета Студенского добровольного спортивного общества «Буревестник». Красиво выиграл это первенство. И его увидел там Георгий Аванесович Джироян. Великий тренер. В том же году Каратаев поступил в Институт физкультуры в Москве. И начал тренироваться у Георгия Джирояна. Джироян отнесся к Олегу по-отечески. Опекал как мог. Его отношение было для Каратаева мощным стимулом к работе. Обычно тренировки длились по два часа. Каратаев занимался по три. Причем с таким рвением, что скоро тренеры из спортивных школ начали приводить в зал своих воспитанников и показывать им Каратаева как образец для подражания. И он в общежитие, я к нему приходил там. А там в комнату были по несколько человек жили. Особенно штангисты. Говорит, ну надо же, говорит, Олег, опять он меня ночью разбудил. Он вскакивал, просыпался ночью. И сразу с кровати сваливается и начинает отжиматься. В зале штанги всегда преподал. Приходил заранее на тренировку. Пока отработает свои коронные варианты. Уходил последний из зала. Результаты такого труда не заставили себя ждать. Выиграв несколько внутренних соревнований, в 1970 году Олег Каратаев в составе сборной страны отправился на свой первый международный турнир. Куба. 1970 год. Уже 9 лет как профессиональный бокс на острове свободы запрещен как буржуазный пережиток. Но бокс любительский возведен в культ. Фидель Кастро и сам большой поклонник этого вида спорта. Чудо, но на голом энтузиазме, в полуразрушенных залах, в самодельных перчатках сотни кубинских мальчишек вырастают в элиту мирового любительского бокса. Куба за историю участия в Олимпийских играх заработала 37 золотых медалей. Больше только США. 50. У России вместе с советским периодом 24. Но тут был такой нюанс. Выиграть турнир Кардоба-Кардин было едва ли не сложнее, чем победить в крупнейшем международном турнире, поскольку для того, чтобы победить в этом кубинском турнире, необходимо было, как через сито, пройти трех-четырех кубинских бойцов, а кубинский бокс на тот момент был уже одним из сильнейших в мире. Итак, 14 октября 1970 года советская сборная по боксу прибыла в Гаванну. Соревнования проходили в спортивном дворце, вмещавшем 25 тысяч зрителей. В ложе сидел Фидель Кастро. Первый бой Олега Каратаева был с Куртом Андерсоном из ГДР. Немец оказался в нокауте через полторы минуты, так и не успев нанести ни одного удара. Вторым был кубинец Луис Вега. Каратаев сразу нащупал слабые стороны соперника, но на этот раз решил не добивать быстро, а показать красивый бой. Удалось. Вегу с рингом уносили на носилках. Каратаева благодарность за зрелище на руках. В финале состоялась встреча с Луисом Вольерой, победителем панамериканских игр, надеждой кубинского бокса. Бой был жестким. И также окончился глубоким нокаутом кубинца. Зал ревел от возбуждения. Фидель аплодировал чемпиону Олегу Каратаеву стоя. Не знаю, насколько это легенда. Говорят, что это действительно было так, что Фидель очень понравилось. То, что делает Каратаеву в ринге, когда он это все увидел, он влюбился как в спортсмена. И даже, говорят, на своем личном автомобиле подвозил его туда, во дворец спорта. Ну, наверное, так это и было. Если это даже легенда, то красивая. И самое главное, что Олег достоин такой легенды. Вот что важно. А еще Фидель Кастро подарил Каратаеву на память мачете, которая потом в паре с сувенирными патронами из Америки сыграет трагическую роль в судьбе боксера. Но это лишь детали, а не причина несвободного падения надежды советского бокса Олега Каратаева. Не сложились отношения с главным тренером, со Степановым. И не было отношений у Джирояна со Степановым. Из-за этого Олег и раньше времени сошел с ринга. Анатолий Степанов, чемпион СССР по боксу 46-го года, больше известный в стране по роли боксера Рогова в фильме «Первая перчатка». Он стал главным тренером сборной СССР по боксу в 1970-м году. Конкуренции не терпел. С тренером Каратаева Георгием Джирояном находился в постоянной конфронтации. Каратаев с близкого расстояния видел многие грехи Анатолия Степанова. И в отличие от абсолютного большинства спортсменов, не молчал. Олег обвиняет Анатолия Григорьевича Степанова в том, что тот якобы требовал каких-то денег или подарков за то, чтобы бойцы попадали в состав сборной и ехали на те или иные международные турниры. Олег не хотел. Еще одна цитата из воспоминаний Каратаева. «В мою судьбу вошел человек, который разметал все мои надежды – Степанов Анатолий Георгиевич. Когда произошла конфронтация между Степановым и моим тренером Джирояном, боксер Юрий Нестеров вызвался переговорить со Степановым, чтобы эта конфронтация не задевала меня. Но я отказался. Поклониться мерзавцу, пусть даже через посредника, я не мог. Как не мог предать своего тренера». В 1971 году спорткомитет утвердил Олега Каратаева в состав сборной СССР на чемпионат Европы в Мадриде. Каратаев поехал. Но на ринг по воле Анатолия Степанова его не выпустили. Каратаев просидел свой первый чемпионат Европы на скамейке запасных. Вместо него выступил Владимир Митилёв. «Когда главным тренером был Степанов, он как-то подбирал спортсменов не по, скажем, спортивному мастерству, а по спортивному послушанию, поведению, что ли, выполнению всех требований тренера. И в то время в полутяжелой весе был Митилёв, например, послушный тренеру, преданный, слушался, все, дисциплину не нарушал, вот как Олег, и проиграл все, что можно». Но поражение Митилёва в Мадриде только раззадорило Степанова. «Теперь ему во что бы то ни стало надо было доказать, что замена была оправданная». И тут судьба оказалась на стороне главного тренера сборной. Каратаев на одной из тренировок получил травму, разрыв связок правой ноги. Пришлось делать сложную операцию, потом ходить на костылях. Степанов начал поговорить о том, что Каратаев теперь инвалид, его карьера окончена. Стипендию от спорткомитета понизили на 100 рублей, заговорили вообще о перспективе её лишения. Георгий Джироян ввязался в борьбу за своего воспитанника. «Георгий Джироян и руководство Буреестника попросил меня помочь Олегу. В каком плане? Мне вместо 180 рублей дали 200 рублей стипендию. Просили, чтобы я временно помогал Олегу, но отдавал ему 50 рублей стипендию. Ну вот, раз в месяц и на тренировках мы встречались. Я ему передавал 50 рублей для поддержки штанов, как говорится». Судьбу Каратаева должен был решить турнир в Ленинграде. Выиграет – останется в сборной. Не сможет – пусть прощается со спортом. У него ничего не было легко пожить. То травмы, то тренерские, непризис какая-то борьба такая, понимаете. Конкуренция нездоровая. Поэтому не зло ему немножко в жизни вот как-то. Но он старался бороться. В Ленинграде Олег Каратаев два боя выиграл нокаутами, хотя нога болела невыносимо. Но финал этого матча был для Каратаева принципиальным. Он должен был встретиться с тем самым Владимиром Метелёвым, который выступал вместо него в Мадриде. Когда в первом раунде Метелёв оказался в нокдауне, Степанов подбежал к нему и требовал встать и бить Каратаева. Метелёв встал. Но во втором раунде Каратаев отправил соперника в глубокий нокаут. После этой победы Каратаева Степанову начали задавать вопросы. Почему же в Мадриде произошла эта странная замена? После ещё нескольких побед Каратаева на международных турнирах в спорткомитете встал вопрос о снятии Степанова с должности главного тренера и замене его Георгием Джирояном. И здесь произошло неожиданное. Джироян сам от должности главного тренера сборной отказался. Сказал, что слишком занят подготовкой своего спортсмена Олега Каратаева к Олимпийским играм в Мюнхене. Степанов остался на своём месте. Чемпион мира ты пока не будешь следовать чемпионом чемпионата мира, да? А Олимпийское золото, это, как сказать, навечно. Конечно, он мечтал очень. Это было ещё мы с ним вместе, когда были в сборной, мечтали попасть на Олимпиаду. Вот он мог попасть на Олимпиаду в 1972 году. Но до Олимпиады надо было ещё пройти чемпионат Советского Союза. И вот здесь случилось то, чего никто не ожидал. Каратаев выиграл один бой, выиграл второй с Александром Анфимовым из Самарканда. Вот я, например, я никогда не был чемпионом Советского Союза, но на двух чемпионатах я в первый бой встречался с Олегом Каратаном. В первом бою. Первый раз мы с ним встретились, значит, в 1972 году на чемпионате Советского Союза перед Олимпийскими играми в Мюнхене. Я очень хорошо настроился на этот бой и был уверен, что я выигрываю этот бой. У меня был хороший настрой, всё. Вот. И бой получился очень жёсткий, такой, сказать, агрессивный, темповой. Вот. Ну, в том бою судьи со счётом 3-2 отдали победу Олегу. Тогда я, значит, как бы и расстроился, и там переживал, и всё прочее, да. Ну, как понимаете, каждому кажется, что где-то его там, может быть, немножко засудили. Ну, это психология каждого человека, да. Но у Александра Анфимова есть младший брат, Николай Анфимов. И он вписал своё имя в историю бокса как человек, который провёл с Каратаевым один из самых зрелищных боёв. Это был практически беспрецедентный случай в боксе. Это был бой пяти нокдаунов. Как известно, нет непобедимых боксёров. Всегда у любого самого великого бойца найдётся очень неудобный и неприятный соперник. В карьере Олега Каратаева таким соперником бесспорно был Николай Анфимов. Очень мощный, целеустремлённый, бесстрашный. Он большие проблемы, честно говоря, доставлял Олегу. И, в частности, их знаменитый бой на чемпионате страны в преддверии Олимпийских игр 1972 года фактически дал формальную причину тому же Степанову поставить и взять в сборную Анфимова, а не Каратаева. Представляю, как Степанов был рад. Но это был, конечно, фантастический, легендарный бой. Один из самых драматических и легендарных в истории, наверное, отечественного бокса. Два раза в нокдауне был Анфимов и три раза Каратаев. И бой был остановлен ввиду явного преимущества в пользу Анфимова, поскольку тогда в любительском боксе действовало правило, что любой третий нокдаун автоматически означал концов, конец боя. Итак, в июне 1971 года чемпионом СССР стал Николай Анфимов. Но все-таки окончательно вопрос о том, кто из спортсменов полутяжелого веса поедет на Олимпиаду, еще не был решен. Каратаев продолжал готовиться. Но однажды на сборах произошел, казалось бы, пустяк. А оказалось, роковой случай. Каратаев возвращался со дня рождения друга и опоздал к отбою на полчаса. Всякое было. Кто-то курил, кто-то немножко выпивал. Ну, такие мелочи были. Ну, из-за этого одних, так сказать, больше наказывали, других меньше наказывали. Олега Каратаева наказали сверх всякой меры. Анатолий Степанов предложил на подпись руководству спорткомитета приказ. Олега Каратаева дисквалифицировать навечно. Снять с него все звания, лишить наград и стипендии. Тренера Каратаева Г.О. Джирояна лишить звания заслуженного тренера СССР, ходатайствовать перед Министерством народного образования о ликвидации его ученой степени доктора наук и лишить права заниматься тренерской и педагогической практикой. Приказ был подписан с некоторыми правками. Тренеру объявили выговор. А Каратаева дисквалифицировали, стипендии лишили, с очереди на квартиру сняли. На Олимпиаду в Мюнхен поехал Николай Анфимов. Каратаев записал в дневнике. Вот так и растоптал Степанов еще одну мою мечту. Мечту стать олимпийским чемпионом. Но судьба в этот момент приготовила Олегу Каратаеву очень достойную компенсацию. Мы познакомились с ним как раз, когда он был дисквалифицирован перед Мюнхенской 1972 года в ресторан. Потом было очень жарко, мы ездили на пляж отдыхать. Вот он меня довозил до дома, я говорила, он говорит, а можно к тебе? Это действительно так было. Я говорю, нет, 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 я живу с родителями, нельзя. Татьяна тогда была спортсменкой, занималась плаванием, по образованию экономистом, по увлечениям любительницей бокса. Жила в довольно густонаселенной коммунальной квартире. В одной комнате она, в другой сестра с семьей, в третьей еще четыре человека. Еще один жилец появился там очень скоро. Буквально через неделю после знакомства с Каратаевым в дверь постучали. Как-то вечером сестра, говорит, кто-то в дверь позвонил, говорит, Таня спрашивает тебя, говорит, какой-то красивый молодой человек, говорит, с чемоданами. И когда я вышла, я увидела Олега. Он говорит, а я пришел, говорит, мы будем жить с тобой вместе. И вот так началась наша совместная жизнь. В трудный момент встретилась Олегу его Татьяна. Но она безропотно принимала все. Одна зарабатывала деньги на жизнь, заботилась о своем боксере. И, наверное, приносила ему удачу. Ведь вскоре постепенно начала налаживаться и спортивная жизнь Каратаева. Советская сборная вернулась с Олимпиады в Мюнхене всего с двумя медалями по всем весовым категориям. Такого провала за всю историю участия советских боксеров в Олимпийских играх еще не было. Анатолий Степанов от руководства сборной был тут же отстранен. А Олегу Каратаеву аннулировали дисквалификацию, вернули звание мастера спорта международного класса, восстановили стипендию. И уже в июне 73-го года он поехал на чемпионат Европы в Югославию. Несмотря на все пережитое, Каратаев чувствовал себя на пике физической формы. У него появился шанс выбраться из черной полосы, благополучно сменив ее на белую. Однако ожидания Олега Каратаева сильно разойдутся с действительностью. У Олега был один по существу роковой соперник. Может быть и вся жизнь Олега по-другому бы повернулась, если бы на его пути не встал этот великолепный, что уж греха таить, блестящий югославский мастер. С новым Head & Shoulders каждое ваше выступление будет непревзойденным. Head & Shoulders с триэкшн-формулой обеспечивает до 100% свободу от перхоти и безупречную красоту волос. Федь, включайся в миссию «Goodbye, перхоть». С новым Head & Shoulders. Шампунь номер один в мире. Бизнес должен быть спокойным, как поединок, за правом выжить. Бизнес должен быть легким, как прогулка за гранью. Размеренным, как рывок на пределе сил. Захватывающим, как Аудио 6. Больше места для маневра. Способность видеть дальше. Использовать связи. Обновленный Аудио 6. Захватывающий бизнес. У вас хороший автомобиль. Он заводится каждое утро и никогда вас не подводит. Он всегда рядом с вами на любой дороге. И в дождь, и в снег. И в долгих поездках. Поэтому вы заливаете в него Кастрол Магнотек. Оно содержит уникальные молекулы, которые притягиваются к деталям двигателя и защищают его. Могновенная защита с момента старта. Обеспечивает бесперебойную защиту двигателя вашего любимого автомобиля. Хороший автомобиль достоин Кастрол Магнотек. Представь, лень постоянно накрывает нас с головой. И мы соглашаемся на любые компромиссы. Но, к счастью, однажды все встает на свои места. Переходи на МАК-3 Турбо. Лезвия, как новые, даже до десятого бритья. Джилет. Лучше для мужчины нет. После долгой зимы появляются насекомые и грызуны. Мыши, крысы, муравьи, тараканы и другие вредители. С Pest Repeller вы избавитесь от них раз и навсегда. Pest Repeller это эффективный отпугиватель вредителей нового поколения. Эффективность прибора основана на двух принципах воздействия. Ультразвуковые колебания отпугивают мух, назойливых комаров, муль и других насекомых. А электромагнитные импульсы негативно воздействуют на нервную систему грызунов и насекомых. Испытывая дискомфорт, грызуны передают сигнал опасности другим особям. С Pest Repeller, в отличие от обычных ядов и ловушек, в вашем доме не останется мертвых насекомых и грызунов. Он без проблем защитит вашу квартиру, дом, дачу или приусадебный участок. Его действия ощущаются даже снаружи. Он работает 24 часа в сутки и 365 дней в году. Позвоните и закажите Pest Repeller сейчас по уникальной цене. Всего за 999 рублей. Представляем «Умный нож 2 в 1». Нож и разделочная доска, который нарезает и шинкует за секунды. Острые, как бритва лезвия, из нержавеющей стали режут любые продукты быстро и легко. В отличие от ножниц, секрет «Умного ножа» в автоматически раздвигающихся ручках. По принципу секатора «Умный нож» шинкует легко и быстро, без труда нарезая любые продукты. Быстрее обычного ножа. Посмотрите, какая разница. Легко нарежет любой салат. Без труда порежет колбасу и сыр. Открывается так широко, что может замечательно нарезать хлеб. Так широко, что может резать яблоки. Нож можно мыть в посудомоечной машине. У него даже есть блокировка для безопасного хранения. Благодаря этому специальному инновационному решению вы можете шинковать и резать быстрее. Экономьте время, место и деньги. Закажите «Умный нож» по ограниченной цене премьеры всего за 1499 рублей. Инновационным ножом два в одном можно резать, измельчать и шинковать быстрее, чем когда-либо. В следующем году мы принимаем чемпионат мира и приедут к нам лучшие пять континентов и десятки национальных сборных, мировые звезды и решающие битвы. Отборочный турнир чемпионата мира 2018 в прямом эфире на Матч ТВ. В Белграде Каратаеву предстояла встреча с Югославом Матэ Парловым, который в Мюнхене стал олимпийским чемпионом. Еще в аэропорту журналисты подбежали к нему с вопросом. Как думаете, вы нокаутируете Парлова или он вас? На что Каратаев ответил. У нас с Матэ третьего раунда не будет, потому что я нокаутирую его во втором. На ринге же советскому боксеру удалось отправить Парлова в нокдаун уже в первом раунде. Никогда ни до, ни после Матэ Парлов не был в нокдауне. Голова железобетонная. Олег его опрокинул, опрокинул тяжело. Но потом сумел прийти в себя Парлов. И не исключено, что зная некую слабость Олега, а именно острые кромки надбровных дуг. Достаточно часто Олег рассекался. В том полуфинальном бою с запрещенным приемом Матэ Парлов рассек Каратаеву бровь. Но рефери закрыл на это глаза. По лицу Каратаева потекла кровь. Подскочил врач. Каратаева сняли с боя. Победу присудили Парлову. Олегу Каратаеву на чемпионате Европы досталась бронза. И когда они с Парловым стояли рядом на пьедестале, Каратаев Югославу руки не подал. Парлов он был готов, но он был не готов, что тот очень будет грубо работать. Так у нас называется грязно. Вот эта грязь Парлова помогала. Да, Олег Каратаев уже не казался непобедимым. Теперь его жизнь в спорте состояла из побед и поражений, удач и невезения. Удача – в 73-м году он вернул себе титул чемпиона СССР. Неудача – не смог выйти на ринг на очередном турнире на Кубе из-за того, что пошла аллергия на прививку от холеры. В следующем году на чемпионате страны вовсе не занял призового места. Оказалось, что для Каратаева до сих пор, сосредоточенного лишь на спорте, в жизни существует нечто более важное. Жена Татьяна родила ему сына – Олега Каратаева-младшего. Я родила ребенка, а Олега не было. Всех выписывают, а меня не выписывают. Я никак не могу понять, что такое, что случилось. И я к лавврачу говорю, уже 7 дней меня не выписывают. Она ей говорит, мы сегодня вас выпишем, но с большим подарком. Я говорю, а какой может быть подарок? Оказывается, он позвонил домой. И сестра сказала, что я родила. Он позвонил туда и сказал, мою жену не выписывать, потому что я через 2 дня прилетаю, и я хочу ее встретить из роддома. И когда я вышла, там была целая кавалькада вообще во главе с моим мужем с необыкновенными цветами, вообще со всеми подарками. Вот так вот. А вскоре в мире бокса произошло поворотное событие. Поэтому уже олимпийскому виду спорта не проводились чемпионаты мира. С инициативой исправить ситуацию выступил Советский Союз. Итак, день 17 августа 1974 года вошел в историю, как день открытия первого чемпионата мира по боксу среди боксеров-любителей. 263 боксера из 45 стран прибыли на Кубу, чтобы на ринге гаванского дворца спорта бороться за право называться сильнейшими боксерами земного шара. Среди этих людей был и Олег Каратаев. Все первое запоминается навсегда, как какой-то рубежный этап. И вот в 1974 году в Гаване был проведен первый чемпионат мира. Он блестяще прошел по турнирной сетке. Причем, что особенно интересно и необходимо отметить, в полуфинале он победил досрочно Леона Спинкса, будущего олимпийского чемпиона Монреали 76-го года и будущего чемпиона мира, сумевшего победить самого Мухаммеда Алина. Олег разобрался с ним эффектно, брутально, в своем стиле и вышел в финал, где встретился со своим своеобразным черным человеком, каким в его карьере стал Мата Парло. В какой-то момент то ли это старая травма была, истечка открылась у Олега, но это рассечение получилось в первом же раунде. Вызвали врача, он дал продолжение на бой, Олег вышел, ну а вы знаете, в боксе там не щадят соперники. Если соперник видит, что у тебя травма, что у тебя рассечена бровь, и кровь заливает, он, конечно, будет метить туда раз за разом. А бой был равный, и даже в какой-то момент казалось, что Олег уже нащупал вот пути, как подходить. Несколько раз он довольно серьезно попал. Но снова был вызван врач, а в любительском боксе тогда правила были такие. Рассечения, боксер снимается, победа присуждается соперник. Как бы то ни было, Олег Каратаев останется в истории, как первый обладатель серебряной медали чемпионатов мира по боксу. Но Каратаев достижением это не считал. Для него это было поражение. Что и говорить, не заладилась моя карьера боксера. Писал тогда Каратаев о своем разочаровании. Если не получаешь удовлетворение в своем любимом деле, то, конечно, все-таки соблазны велики, и как-то дергали человека, оттягивали вот на этот путь. Этот путь начался с друзей, далеких от спорта и ресторанов. В советскую эпоху в рестораны чаще всего приходили не для того, чтобы поесть. В них проводили досуг шумно, с размахом, и всей кабацкой атрибутикой. Песнями на заказ, женщинами на заказ, драками без всяких правил. Не был вот, знаете, как бы таким обособленным. Он всегда был душой вот всей компании. Он всегда что-то заводил, всегда... Всегда он очень любил вот эти все рестораны какие-то. Не попойки именно какие-то такие, знаете, вот. А именно вот, чтобы посидеть, поговорить, разговаривать, чтобы в центре внимания это он очень-очень любил. У него всегда драки были. Потому что, вот я говорю, удивительно просто. Вот где бы мы ни были бы, я никогда не ходила. Я не любила рестораны, потому что обязательно там что-то случится. Ну, обязательно. Вот кто-нибудь, да, подойдет. Он вначале молчит, он всегда молчит. Он всегда очень спокойный, очень это... И молча получалось так вот. Всегда какие-то недоразумения. В 1975 году, во время очередного турнира в Америке, Каратаев загулял с друзьями-мигрантами. Ушел без сопровождающего работника КГБ. Вернулся слишком поздно. За этим последовала очередная дисквалификация. На чемпионат Европы поехать не дали, зато предложили готовиться к первенству профсоюзов. Низкий ранг соревнований Каратаева оскорбил. Он от участия отказался. А вскоре произошел инцидент в подмосковном ресторане «Сказка». Такой популярный ресторан. Вот они там где-то с какой-то компанией Олег находился. И они там побуцкались, так будем говорить, подрались с соседней компанией, так будем говорить, русскоязычные иранцы. А среди этих иранцев был Игорь Щелоков, сын министра внутренних дел Щелокова. А Игорь, тогда разбитной парень такой был, Щелокова, он ездил по Москве на белом Мерседесе, и это все равно, что сейчас на белом вертолете летать по Москве. И Олег так рассказывает, вышел на улицу, бежит на меня какой-то деятель с графином в руке. Ну я, говорит, как учили, правый в голову навстречу. Ресторанные драки не были редкостью. И может, об этом инциденте и забыли бы, если бы человеком, которого Каратаев отправил на два месяца в больницу, не оказался сыном министра МВД. На Каратаева завели уголовное дело. Забрали в КПЗ. Его как раз забрали, у него должен быть чемпионат Союза. За три дня до чемпионата Союза он должен был улететь. Это первая посадка. Я когда пришла, говорю, слушайте, я еще не была вообще, ничего не понимала. Я говорю, посадите меня. Ему-то нужен чемпионат Союза сейчас. Он смотрит на меня и говорит, вы глупая, что ли? Тогда, подключив связи на самом высоком уровне, дело удалось временно замять. Прямо из камеры предварительного заключения Каратаева отвезли в аэропорт. Боксер полетел на родину, в Свердловск, чтобы принять участие в последнем состязании в своей карьере. До полуфинала Каратаев дотянул с трудом. А в полуфинале встретился со вторым в своей спортивной истории соотечественником, от которого потерпел поражение. Он проигрывал только Николаю и один раз проиграл Давиду Квачадзе. В 1976 году, это уже на спаде, уже после того, как он вернулся из мест неотдаленных, как говорится, у нас. На этом закончилась спортивная карьера практически непобедимого нокаутера – русского танка. Вскоре произошел еще один драматический инцидент. Надо понимать здесь следующее. Боксеры – это традиционно, так уж в России повелось, это народные герои. Поэтому не могу никак осуждать Олега Каратаева. Он, будучи ярким и широким человеком, и в жизни за пределами ринга проявлял свое мастерство. Канал Мач-ТВ Доподлинно эту темную историю уже никто рассказать не может. По распространенной версии, Каратаев в лифте гостиницы «Варшавская» избил иностранцу, поднимавшегося в номер с путаной. Отнял у него деньги и со словами «на оркестр хватит» удалился в ресторан. Иностранец в милицию не заявил, Но история стала известна после чьего-то анонимного письма, адресованного 25-му съезду КПСС. Там уже на него охота была. Охота в буквальном смысле охота. Уже на съезд партии пришла анонимка, или какое-то письмо без подписи, что вот среди советского народа был такой хулиган и живет надбойник, негодяй. Надо его любыми путями опять отправить. Вскоре в коммунальную квартиру бывшего чемпиона пришли с обыском. И вот как раз тогда трофеи прошлых побед сыграли свою роковую роль. Пули от кольта американского полицейского квалифицировались как хранение боеприпасов. Мачете, подаренный Фиделем Кастро, хранение холодного оружия. Мачете ему подарили на Кубе, как лучшему боксеру. Он отдал багаж, приехал сюда. Все было проверено, никто же не отнял у него. Это сувенир был. Так же и патроны. Они были чисто сувенирные от кольтов. Любой же следователь может и так в то время все можно было сделать. В 1977 году Олега Каратаева приговорили к пяти годам заключения. Срок отбывал под Ярославлем. Начальник колонии оказался большим поклонником бокса. Решил, что из вверенного ему исправительного учреждения Каратаев выйдет и станет олимпийским чемпионом. Олегу обеспечили все условия для тренировок. Он поставил условия. Я тебе сделаю и помогу поехать на соревнования, на чемпионат Союза. Но если ты выиграешь, то напишешь, что я тебя тренировал, чтобы получить заслуженного тренера. Такой был начальник колонии. Впрочем, иллюзиям начальника колонии сбыться было не суждено. Криминальное окружение Олега Каратаева в колонии разрослось. Так что к 83-му году, когда он вышел, отсидев от звонка до звонка, он уже был погружен в темный мир криминальных авторитетов. Дружбу водил в основном с ними, работать не устраивался. Чем занимался, доподлинно неизвестно. Однако в 85-м году вновь сел за драки. Снова дали пять лет. Два года отсидел в Нижнем Тагиле. Потом его отправили в колонию-поселение в Биробиджан. Естественно, я поехал туда. Очень хороший там парень был один футболист. Он дал квартиру свою, снимал. И мы там жили, вот три месяца мы там жили. Именно о времени, проведенном в Биробиджане, их сын, Олег Каратаев-младший, рассказывал потом чуть ли не как о самом счастливом в жизни. Я был до этого там в пионерских лагерях лето, целое лето. А тут с папой, с мамой природа, Дальний Восток. Никаких... Все хорошо, все идеально, как это было, только в сказке. Рыбу ездили, ловили вместе. Спортом занимались. Да, каждый день почти играли в теннис, занимались спортом. А так, потому что в Москве папа не находил времени, чтобы заняться со мной спортом. Они были семьей, всегда вместе. Ходили на рыбалку, долго и вдумчиво разговаривали друг с другом. В 88-м году Каратаеву было разрешено досрочно вернуться в Москву. Тогда, в конце 80-х, страна наводнилась кооперативами. И Олег тоже занялся бизнесом. Каким? Тоже доподлинно неизвестно. Говорят, производил спортивную одежду. Это удивительно. Вот за что бы он ни брался, всегда все удачно. А он вот и бизнес у него был, хорошо шел в этот. Появились деньги. Татьяну Олег с удовольствием одаривал дорогими украшениями. Себе покупал крутые автомобили. Был у нас Мерседес уже. К моей приятельнице ехал. Я на даче у нее в этом, в Кратово. Едем мы, и она, я говорю, что-то у вас тут такая за ямина на машине. Она говорит, ну у нас здесь ирригационная яма. Я говорю, господи, как бы Олег бы не попал бы в нее бы. Ну что вы думаете, он на этом Мерседесе ехал ночью и не увидел ее. Вот все вот как-то вот, ну не знаю, вот как-то все так нескладно получается. Эта невезучесть в 89-м году чуть не стоила жизни Олегу Каратаеву и троим его друзьям. Каратаев был за рулем. В тоннеле под площадью Маяковского его машина на полном ходу врезалась в пустой автомобиль, который умудрились бросить там африканские дипломаты. Столкновение было страшным. В той машине находился и Константин Кобцов. Удирали, немножко выпивши были. И вот мы влетели на скорости, когда, значит, старались оторваться от милиционеров, преследующих нас в этот Мерседес. Тяжелая очень авария была. Слава Богу, живые остались. А потом случились лихие 90-е. Началась эпоха криминальных разборок, перестрелок, заказных убийств. Тогда многие бывшие спортсмены находили применение своим силам за пределами спортивных площадок. Говорили, что и Олег Каратаев стал членом одной из организованных преступных группировок. Был просто такой известный его друг, кличка Боря Ястреб. Как говорят, авторитет, он в уголовном мире. А они вместе выросли. Ну, потом Борис сюда приехал, периодически встречаются все. И на фоне этого все думали, что вот он якобы тоже с криминалом связан. Я могу сказать, что он ни в какой преступной группировке, как раньше называли ОПГ, он не был. Он был сам по себе. Тем не менее, о том, что жизнь Каратаева под угрозой, узнал именно Вячеслав Николаев из собственных источников. Ведь сам он на тот момент уже был сотрудником органов госбезопасности. Я говорю, ну, такая информация, что-то я заказал. Что ты будешь делать и как? Я сам разберусь. Он говорит. Мои дела. Ну, действительно, он тогда обладал, как бы сказать, своими связями в криминальном мире. Все-таки две фотки у него было. А это... После этого разговора в 92-м году Олег Каратаев срочно уехал в Америку. Какими судьбами вы здесь? Ну, я по бизнесу здесь, в Америке. Это прекрасно. И нечего стесняться. Надо так и говорить. Занимаюсь бизнесом вот таким нокаутирующим ударом. Жена и сын остались в Москве. В Штатах, чтобы легализоваться, Каратаеву удалось каким-то образом, не разводясь с Татьяной, жениться на американской гражданке советского происхождения Анне Шмулевич. Я знаю ее. Вот она тут. И Рима ее преподружка, и это какой Зиночка. Нет, это все нормально. Только потом она что-то заигралась немножечко. Ей как бы захотелось, не зная чего там. У них семейные обстоятельства. Их появились, понимаете? Ну, это тоже как бы имеет право. Я никогда с ней не выясняла отношения. У меня сын ездил туда, она встречала его. Анна Шмулевич с Олегом Каратаевым жили на Манхэттене. Она была главой туристической фирмы Golden Classic. Он стал вице-президентом этой компании. Занимались турбизнесом. Еще они помогали российским артистам устраивать гастрольные туры по Америке. Казалось бы, жизнь налаживается. Олег, вы как считаете, что самый сильный человек в спорте, в Америке, в жизни, чем он должен обладать? Самое главное – умом и здоровьем. О своей российской семье Каратаев тоже не забывал. Звонил и сыну, и Татьяне. Я разговаривала с ним 11-го буквы. В январе это случилось, а вот в феврале, в начале февраля он должен был приехать. Я чувствовала тревогу. Он всегда меня успокаивал, а я чувствовала эту тревогу. Я чувствовала, что что-то нехорошее, что-то произойдет. Что-то будет. 12 января 1994 года Олег Каратаев был застрелен в Брайтон-Бич у входа в русский ресторан «Арбат». В сводках 60-го полицейского участка района Бруклин говорилось. 12 января 1994 года в 4 часа 45 минут гражданин России Олег Каратаев, 1949 года рождения, вышел из ресторана «Арбат» на Брайтон-Бич с неизвестным лицом мужского пола. Предположительно, данное лицо произвело выстрел в затылок Олега Каратаева. Потерпевший скончался на месте. Позвонила Аня, она здесь, и она приехала вместе с телом сюда. 21 января 1994 года в Москве на Ваганьковском кладбище состоялись похороны знаменитого спортсмена. За гробом шли сотни человек. Какими бы туманами не были последние годы Олега Каратаева, его по-прежнему любили. Любили как боксера, друга, мужа. Вы понимаете, он по натуре, при всем том, что он такой как бы вид у него и грозный, он очень добрый. Все-таки мы прожили больше 22 лет. Мне нравилась такая жизнь. Я очень счастлива в этом отношении. Мне повезло. Считаю, хотя она, может быть, была не такая легкая, но то, что счастливая, это однозначно. Он человек был, я бы сказал, простой, отзывчивый. Он встанет свои последние снимет, лишь бы товарищу помочь. Человек честный, от души честный. И, можно так сказать, может быть, это громко, очень кристально честный. Я тут недавно даже спросил у одного знакомого, ну, младше меня, человек лет на 15. Я говорю, слушай, а ты помнишь Каратаева? Он говорит, конечно, Олега Каратаева, конечно, кто же его не помнит, понимаете? Ты можешь проиграть свой главный бой в жизни, но ты можешь оставить о себе такую память, такое впечатление, такую любовь у всех болельщиков, что о тебе будут знать и помнить, передавать. И твое имя останется в истории бокса. То, что самое главное. Субтитры создавал DimaTorzok